Товарищ полковник, личный состав роты в честь открытия проекта «Зима в спецназе» построен. Командир роты подполковник Фельмонов. 40 ребят в строю на самом деле не солдаты. Это студенты двух московских вузов. Каждый из них студент в военной кафедре. Только вместо лекций в университете на две недели им предстоит ощутить на себе все тякоты военной службы. Это спецпроект «Зима в спецназе». Мы видели, как студенты занимаются на военной кафедре, как раз за разом туда ходят. Но они увидели огня в их глазах. И хотелось привить им и возродить интерес к военному делу, тому, чем они на военной кафедре занимаются. Показать это с другой стороны, как действительно происходит в жизни. Проект уже четвертый год. Причем проводят его как летом, так и зимой. Сейчас, естественно, условия жестче. Погода ребят не балует. Однако сюда, на базу Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища попали только лучшие из лучших. А с тем, что армия, а тем более спецназ – дело сугубо мужское, может поспорить вот эта милая девушка. Зовут ее Марина. Она студентка третьего курса Российского технологического университета. Я хотела поехать на «Зима в спецназе», потому что я была на «Леди спецназе». Мне очень понравилось. Поэтому вот решила перед, так сказать, новым учебным семестром отдохнуть. Слова об отдыхе звучат с некоторой долей иронии. Пока об этом остается только мечтать. Летом эта хрупкая девушка в должности командира подразделения шла атаковать укрепленную позицию противника. Проводила разведку местности, поэтому нынешними задачами ее уже не удивить. Выдержала она их с честью тогда, выдержит и сейчас. Человек, который сам переступил через трудности, он получает от этого потом огромное удовольствие. В процессе тяжело, в процессе хочется плакать. Бывает такое, я видел, как люди плакали от ярости, пытаясь сделать больше, чем они могут, чем организм позволяет. Но они проходили через это, и потом это огромное удовольствие доставляло. Тактика специальная и стрелковая подготовка, навыки выживания, действия в тулу врага – это и многое другое ребятам будут преподавать профи – педагоги РВВ ДКУ. Своей стороны обещаю, что преподаватели, назначенные для проведения занятий, вложат в вас не только знания и умения, но и душу. Ну и покажем быт и повседневную же недеятельность наших будущих лейтенантов, которые станут строить через два, через три года. Каждое занятие готовит ребят к финальному дню – марш-броску, который организаторы называют рейдом выживания. На полигоне Сельца развернется имитационный бой, где вооруженные студенты обкатают реальную боевую технику. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».